Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». Компания Ростелеком обеспечит онлайн-видеотрансляцию единого государственного экзамена в Пермском крае. Специалисты компании в рамках контракта с региональным министерством образования и науки смонтируют более тысячи специальных программно-аппаратных комплексов в 71-м пункте проведения экзамена и двух региональных центрах обработки информации. Это на 30 комплексов больше, чем в прошлом году. В Перми видеокамерами оборудуют 20 пунктов проведения экзамена по 3 в Березниках и Кунгурском районе, по 2 в Чайковском, Соликамске, Лысьве и Куды-Мукорском районе. В других населенных пунктах края видеокамерами будет оборудованы по одному пункту проведения экзамена. В состав каждого комплекса входит не менее двух видеокамер, которые полностью охватят аудиторию, при этом хотя бы одна из них будет направлена фронтально по отношению к расположению участников ЕГЭ. Обязательное условие видеонаблюдения – защита персональных данных. Камеры будут установлены таким образом, чтобы было невозможно прочитать содержание заполненных бланков регистрации и ответов, контрольного измерительного материала, а также персональные данные участников ЕГЭ. Каждый такой комплекс обеспечит видеосъемку и запись проведения единого госэкзамена. А трансляция сигнала станет доступна на портале смотриегэ.ру. А затем все записи будут храниться в Центре обработки данных в Екатеринбурге до 31 марта 2019 года. Отметим, Ростелеком год за годом обеспечивает прозрачность проведения госэкзамена, комментирует директор пермского филиала Ростелеком Роман Сандалов. В связи с проведением Чемпионата мира по футболу на территории России в этом году, согласно указу президента об усиленных мерах безопасности в период проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, на Министерство внутренних дел возложена задача по обеспечению контроля за соблюдением пункта 5 указа о запрете въезда автобусов на территорию населенных пунктов Казани, Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и Сочи с 1 июня по 17 июля этого года и на территории городов Волгограда, Калининграда, Саранска и Екатеринбурга с 1 по 30 июня данного года, за исключением автобусов, которые осуществляют регулярные междугородние рейсы. Таким образом, управление ГИБДД предупреждает владельцев автобусов, зарегистрированных на территории края и задействованных в межрегиональных перевозках на территории вышеуказанных городов, о соблюдении указа с целью недопущения нарушений законодательства. Закон может коснуться и владельцев автобусов в Кунгуре. Не исключено, что в период проведения матчей появятся желающие массово посетить Екатеринбург. Въезд частного транспорта в столицу Урала будет запрещен. На новом мосту, соединяющем Россию и Крымский полуостров, десятки участников массового мотопробега накануне грубо нарушили правила дорожного движения, остановившись прямо на обочине арочного пролета, чтобы сделать эффектные кадры и селфи. Несмотря на то, что администрация Крымского моста неоднократно напоминала о запрете остановки и стоянки транспортных средств на переправе и даже выпустила специальную памятку, байкеры проигнорировали требования безопасности, выстроили свои украшенные российскими флагами мотоциклы вдоль дороги. На кадрах видно, что байкеры вальяжно прогуливаются по мосту рядом со своими мотоциклами, припаркованными прямо на проезжей части. Проезжающим мимо автомобилям приходится притормаживать, чтобы объехать препятствие. Однако лидер мотоклуба «Ночные волки» обвинение в адрес байкеров опроверг и призвал не поддаваться на провокации тех, кто вешает лапшу на уши, чтобы отвлечь от событий века. Однако сразу после инцидента информацию о нарушителях передали в местное отделение ГИБДД.